Дорогие друзья, всем привет! Снова с вами канал Деревенские Будни. И сегодня нам пришла вот такая вот маленькая мини-посылочка, которую мы ждали. И я уже знаю, что там лежит. Мы ее еще не вскрывали, но сейчас буду вскрывать прямо при вас. Мы заказывали одну очень интересную вещь, которую решили установить у нас дома. Давайте мы сейчас вместе с вами вскроем и посмотрим, что же там находится. Итак, вскрываем нашу посылочку. Упаковка такая хорошая. Такой кулечек синенький, яркий, красивый. Вот такая вот также синяя коробочка появляется у нас из внешней упаковки. А пришел нам вот такой вот роутер-маршрутизатор, который мы заказывали с Китая. И достаточно быстро он пришел. Правда, из российского магазина, китайского магазина, то есть из Москвы пришел. Вот такой вот роутер-маршрутизатор, который поддерживает USB-модемы с контроллером связи 24-7, 3G, 4G, LTE. Называется ZXL. Кенетик 4G, в общем, туда вставляется модем. Вот такой он нарисован на коробочке. Что у нас тут еще нарисовано? Ну, вот здесь небольшая такая вот инструкция внешняя. Посмотрим, что у нас внутри. Ну что, будем скрывать коробочку. Открываем. И смотрим. Так, ну вот здесь вот такой вот мануальчик на русском языке. Это уже радует. Потом почитаем. Так, здесь у нас упакован блок питания вот такой. Имеется блок питания на 12 вольт, 1 ампер. Хорошо. Вот с таким вот входом. Такой вот вход. И сам роутер-маршрутизатор. Тоже вот он в защитной пленочке пока находится. Здесь небольшое описание. Интернет-центр с Wi-Fi 300 Мбит в секунду. Скорость для подключения к сотовым сетям 3G, 4G через USB-модемы. Поддерживает более 70 USB-модемов. Контроль связи для бесперебойной работы модема в режиме 24 на 7. Подключение по интернету с резервированием через 3G, 4G. Антенны Wi-Fi с коэффициентом усиления 5 dB. Не знаю, что такое. Настройка и управление сетью через мобильное приложение. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, через телефон можно управлять. Здесь вот у нас имеется вход интернета и домашняя сеть. Подключение к самому этому системному блоку. Вход USB. Кнопка сброса, скрытая кнопочка. И вход для внешнего питания от сети. Вот такие вот две антенны. Ну, соответственно, здесь индикатор сети, индикатор Wi-Fi, индикатор интернета, видимо. И тут USB-индикатор. В общем, вот такая вот штука. Сейчас нам нужно докупить провод, который подключается отсюда к этому блоку, системному блоку. В комплекте его не было, поэтому нужно его докупить. И тогда можно будет уже подключать к сети. Вот такое вот, друзья, небольшое описание. Теперь мы будем заниматься подключением к сети. На этом все. Всего доброго. Берегите себя, своих близких. Всем пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok